Всем привет, друзья! Сегодня мы с вами поговорим о новинке 24 года от компании Britex Römer. Моделька называется Swivel. Это кресло с рождения до 125 сантиметров роста ребенка. Это с рождения до ориентировочно 6 килограмм, категория 0, 1, 2. Третьей группы здесь нет. Соответственно, это такое вот первое детище от этого бренда. Я не припомню у них в этой группе непосредственно моделей никаких у них 0, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3. А 0, 1, 2 на самом деле не такая уж распространенная группа кресел, особенно просто 1, 2. Вот. Поэтому вот они решили эту нишу тоже занять. И у них, скажу вам, очень хорошо получилось. Вот. Потому что кресло сделано реально очень круто. Естественно, стандарт WSI соответствует. Там все безопасно, все очень хорошо. Само собой разумеющееся, друзья, это Britex. Здесь никогда плохого ничего не бывает. Кстати, у них подголовник сделан из другого материала, который они не использовали, например, в первой категории. Здесь с эффектом памяти. Такой вспененный материал в подголовник сделан. Вот эти все вкладыши. Ну, просто офигенно на ощупь. Прямо реально очень классно. Поэтому такое топовое решение от именитого немецкого, друзья, бренда. Смотрите. Оно, естественно, вращается на 360 градусов. Все это реализовано вот здесь, спереди. Одной кнопкой все это сделано вот просто офигенно. Скажем так, все эргономично. Потому что вот все делать одной кнопкой, это прям мое почтение. Обычно где-то нажмите тут, что-то тут, что-то тут. Здесь же просто наклон, регулировка, поворот. Все у нас одной кнопочкой. Это просто топовое решение, друзья. Вот. Смотрите. Естественно, про безопасность. Тут даже говорить нечего. Все хорошо. С этим вопросов нет. Давайте с вами разберем, как им пользоваться. Потому что с рождения у нас ребеночек, важный момент, он должен ехать против хода движения. Соответственно, мы его разворачиваем. Вот смотрите. Против хода движения, когда он у нас стоит, у нас все равно есть возможность наклонять и более-менее сажать ребенка. Вот у нас максимальный наклон, вот у нас сидячее положение против хода. Ну, нужно развернуть, вот такое полу-лежачее положение ребенка передвинуть. И, соответственно, вот так мы эксплуатируем. Потому что против хода движения ребенка нужно возить как можно дольше. До 9 месяцев вы возите ребенка минимум против хода, вот в таком полу-лежачем положении. Но стандарт iSize, он рекомендует возить ребенка против хода движения до 15 месяцев. Соответственно, если вы каким-то чудом ребенка умещаете вот так вот до 15 месяцев, ездите. Нет, спокойно, после 9 месяцев можете разворачиваться по ходу движения и спокойно эксплуатировать. Для маленького ребеночка у нас здесь целая система бутерброд такой вот. Вот из вкладышей вот тоже вот все с памятью сделано просто офигенно. Материалы, друзья, здесь просто топовые. В плане комфорта, я не знаю, но вряд ли мы что-то еще комфортнее найдем. Похожие кресла по комфорту, естественно, есть, но оно одно из лучших, это точно. Вот этот вкладыш, вот эта часть у нас, видите, как дутая. Она выравнивает спинку ребенка, чтобы он был более горизонтальным. Вот, и этим вкладышем пользуемся до тех пор, пока он нам не мешает. Вот, поэтому убираем его по мере роста ребенка, соответственно, он убирается. Остается у нас вот в таком виде кресло. Здесь у нас пятиточная система ремней. На ремнях, естественно, антискользящая вот эта поверхность. Причем она во всю площадь накладки на ремень сделана. И она прям, ну, очень-очень такая, знаете, как будто бы липкая. Это нужно, чтобы при ДТП ремень лучше фиксировал ребенка, потому что сам ремень он тоже травмирует. А он не дает ему проскользнуть. Поэтому крутая штука. Сейчас это распространено в большинстве кресел. Вот, ну и в топовых решениях, естественно, это тоже есть. Классика. Пятиточные ремни, мягкие накладочки везде. Все само собой разумеющееся. Подголовник у нас регулируется. Смотрите, до 125 сантиметров роста ребенка. Это круто. Вот, смотрите, по ремням пятиточечным вы возите до метра прям по-любому с пятиточечными ремнями. Потом мы их демонтируем и используем уже автомобильный взрослый ремень. Как вот вы себя, взрослый человек, себя пристегивает. Непосредственно так же у нас пристегивается ребеночек. И ремень проходит у нас в подголовнике в специальном направляющем. Вот, вот здесь у нас проходит ремень. Представим, что я уже эти ремни как будто бы снял. Их здесь нет. И все, ребеночек у нас фиксируется автомобильным ремнем. И важный, крайне важный момент, друзья. Я не перестану, не устану это говорить. Высота подголовника всегда регулируется таким образом, чтобы расстояние от подголовника до плеча ребенка было не больше двух пальцев. Желательно один палец, потому что если вы поднимете выше, ремень автоматически сдвинется к горлу. Очень сильно опасно, друзья. Поэтому не рискуйте, не вздумайте забыть что-то. Вот это важный момент, крайне важный. Это безопасность вашего ребенка в автомобиле. Итак, что касается пристегивания, мы все с вами разобрались. Ничего нового здесь не придумали. Все стандартно. Но то, что вот так вот одним движением крутится. Представьте, вы подошли к автомобилю, открыли дверь. Оно со вчерашнего дня на вас повернуто. Посадили карапузик или туда, или сюда. Развернули и вперед. Классно. Кстати, что касается тканей по уходу, друзья. За тканями стирайте щадящей стирки до 30 градусов, чтобы она у вас не села после стирки. Это не гарантийный случай. Обратно, если не сможете одеть, сорян. Где-то ткань отдельно купить. Я даже не знаю, как это можно сделать, где ее достать. Так, что касается наклона по ходу движения. Давайте покажу вам угол наклона. Вот берем и просто отодвигаем. Смотрите, этого достаточно, чтобы ребенок спокойно спал, и голова у него не висела вперед под весом своей же головы. Тем более, в таком подголовнике прям кайф. Он реально очень приятный. Вот эти подголовники реально топовые. Вот. Вот так мы, собственно, просто сидим. Что касается самого крепления. Это кресло использует базу Isofix. Все у нас повязано на этой базе. Isofix выдвинули. С другой стороны выдвинули. Щелчок, щелчок. Задвигаем. Упор в пол здесь также присутствует. Выдвигаем его полностью в пол автомобиля. Уперли. Зеленая индикация появилась. Все, спокойно можно ехать. Дальше уже спокойно регулируем. Все стоит намертво. Соответственно, спереди вы маловероятно поставите это кресло. В 99% автомобилей спереди Isofix нет. В ваговских автомобилях я видел. Ауди, Шкоды, Порши под заказ спереди ставили Isofix. Но, опять же, проверяйте. Но обычно нет. Так что 99% вы будете ставить его сзади. Вот. И все. И что еще не сказал. В принципе, по большому счету, всю информацию я донес. Это первая модель в этой группе от этого бренда. А бренд, извините меня, один из самых лучших, на самом деле, в мире. Я бы даже так сказал. Один из лидеров. Вот. Поэтому реально интересное предложение, друзья. Особенно с этими крутыми подголовниками, с эффектом памяти. Прямо мое почтение. Вот. Слабых мест я в нем особо не нашел. Да, но, друзья, не дешевое. Но это одно из лучших кресел. Ссылка, напоминаю, внизу будет в описании. Там будут детальные характеристики. Вес кресла. Там вот это, если вам это важно. Все это будет там. Там же вы сможете его и заказать, друзья. Поэтому вопросы остались. Пишите в комментариях. Там можно с вами пообщаться. Если что-то вообще интересует вас в мире кресел, скажем так. Вот. Ну, а вам хорошего, грамотного выбора. Удачи дорогих. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok